Приветствую, друзья! Сегодня у нас замечательный день. Очень солнечно. Хоть и ноль градусов, но солнце греет душу. Настроение поднимается в гору. Я сейчас нахожусь на поселке Моряков. Улица Красной Азовской флотилии. И меня просили показать здесь дом номер 27. Я уже подошел к этому дому. Судя по всему, здесь никто не живет. Но кто-то приходил, обтягивал окна полиэтиленом, подпирал дверь. Вот так выглядит дом. И с этой стороны. А сейчас мы с вами прокатимся в центр города. И я вам покажу еще кое-что. Я нахожусь на выезде из поселка Моряков. Это дорога на Мелекино. Дорога вниз ведет в поселок Ильичевский. Эта дорога ведет в город. Отсюда хорошо видны новостройки на Черемушках. Вон там на горизонте. Яркие дома. Может показаться, что в Мариуполе весна. Но на самом деле, да, солнце светит. Класс. Настроение отличное. Но ветер холодный. Сейчас 0 градусов. Ночью был минус. И все же, скоро весна. Это радует. Сейчас я приехал на улицу Бахчеванджи. Здесь меня просили показать новостройки по бульвару Богдана Хмельницкого. Покажу их сначала со двора. Здесь возводятся две новостройки. Посмотрите, какие красивые будут дома. С детскими и спортивными площадками. Советский Союз, вот как у нас на 23-м, как вот этот Советский Союз закончил дома, так все и стало. И никто ничего там, ну, на 23-м никто ничего не делал. Да, да, согласен. А вы из Мариуполя, да? Ну, конечно, конечно. Я всю войну здесь. Из какого района? 23-м. А, у меня родители оттуда тоже. Да, уже сейчас, сейчас уже последний, вот, уже там стоит, это восьмой этаж, это последний. А, это восьмиэтажка будет, да? Восьмиэтажка, да. И этот соседний дом тоже, да? Тоже восьмиэтажка, да. Ясно. Только это двух подъездных, это одна. Ну, а на Нахимово, где-то на Нахимово есть уже выстроенный один домик, короче, UC. Ну, а это все на продажу, я сразу говорю. Да, да, я в курсе тоже. Я, короче, как бы, что люди, людей здесь, которые жили по, как бы, блин, кто всю жизнь прожил там, сколько домов, блин, было, и это... Да. Вот так будут выглядеть детские площадки. Только что пообщался с охранником, и он подтвердил то, что квартиры в этих новостройках будут выставлены на продажу. Нечестно, конечно, поступают. Выделили бы хотя бы, хотя бы, там, несколько этажей для Мариупольчан. Почему так? Все квартиры на продажу. Почему так? Ведь на этих местах были раньше пятиэтажки. Их снесли. Жильцы живут где-то. Где попало, извините меня. Кто где. И... Почему-то они решили, что... Квартиры на продажу лучше. Странно, странно очень. Сейчас покажу эти новостройки с другой стороны. Бульвар Богдана Хмельницкого, 8, дробь 1. Этот бульвар тянется наверх, а также вниз сюда. Да, новостройки растут как грибы. Очень быстро возводят. Вот так восстановили пятиэтажные дома. Напротив рынка Бахчеванджи. Красиво выглядят. Привет. Привет. Что, нагулялись? Да, мы только вышли. Только вышли? Да. Где вы были? Кто? Там ты и Нина. Вот такой здесь, напротив рынка Бахчеванжи, открылся фастфуд. Недавно открылись только. Уютное, приятное место. Итак, вы сделали первый укус? Она еще не сделала. А ты, Денис, сделал? Да, видишь, одну капусту. Ну хорошо, тогда подождем. Когда ты доберешься до мяса, до всех ингредиентов, ты свой вердикт озвучишь. Хорошо. Ну что, ребятушки, ваш вердикт, как шаурма? Кто ел какую? Ты с курицей, да? Нет, Нина и вас курица. Ты со свининой? Я со свининой. И как? Вкусно. Как называется? Блэк Чиф или нет? Нет, как шаурма называется, я не помню. Я имею в виду фастфуд. Да. Как это он называется? В каком-то, да, Блэк Чиф. То же самое, что и на 17 микрорайоне. Да, да. Те же ребята открыли. Вот через дорогу здесь рынок Бахчеванжи. Там, кстати, тоже говорят, неплохой есть ларечек. Те же такие, как машинели, да, если не слушали. Аллея детей войны. Дети. Война? Дети войны. Это не та аллея. Не торопитесь. Спортсмены. Нет, почему? Это та аллея. Это та аллея. Ну, мы не те. Ну, мы не те. Мы уже не те. Итак, Нина, рассказывай, где ты была. А когда? Когда? Вот с лета мы с тобой не виделись. Где была? Осень-зима. Ну, зима еще не закончилась. Зима не закончилась. Я была в Казахстане. Как тебе в Казахстане? Понравилось? Мне, в принципе, очень даже неплохо в Казахстане. Красивая природа. Значит, людей не знаю. С большим туристом людей я там не общалась. Я уже предугадываю вопрос с Игорем. Что там я подсказываю. Потом я была в Великом Новгороде. У меня, кстати, мама там училась. Поэтому, собственно, интересно было. Попробовала переехать туда. Что-то мне в Великий Новгород не очень зашел. Ну, в плане комфорта. Комфорта? Комфорта. Я думаю, все равно, в принципе, по ощущениям каждому человеку город. Вот. А так, нет, классный город, красивый. Это сейчас меня смотрит. Кто-то, может, из Великого Новгорода. А я тут такие вещи говорю. Нет, хороший, классный, уютный, теплый, красивый город. Просто мы дети, морюкольские дети, да, мы дети моря. Для нас, если моря нет где-то у города, то уже, да, уже не то ощущение. Да, потому что привычка в какой-то выходной день пойти посидеть возле моря все-таки. Да, прогуляться вдоль моря. Вот такая красота здесь. Я не договорила. Да, сейчас продолжишь. Сейчас продолжишь, я не закончил. Пока у меня рекламная пауза. Да, вид на Азовское море. Итак, продолжаем. Значит, я продолжаю. Вот, потом пару дней была проездом в Москве, встретилась с людьми, собственно, все, вернулась, смотрела. Ясно. Ну, тебе понравилось путешествовать? Вообще, безумно понравилось. Ты любишь, да? Нет, я в поездках оживаю. Да, согласен. Я долго... Мне трудно находиться на одном месте. Вот, да. Поэтому поездки пробуждают творческую энергию. Да, да, да. Вот, поэтому да, конечно. Так и есть. Мне понравилось, потому что поездки меня хорошо собирают, структурируют и подушевляют. Как, в принципе, наверное, и каждого. Вот, кстати. Я думаю, да. Может быть, поделятся тоже люди в комментариях. Кстати, интересно, кто, как вообще любите путешествовать. Денис, ты любишь путешествовать? Безумно. А где ты был? Куда путешествовал? Куда я не путешествовал. Ну, ты в Минск, да, ездил? Ну, да, точнее совсем путешествовал. Ну, как это... Даже и в Новоазовск это уже путешествие. Просто, ну, как бы знаю, есть люди, которые, допустим, не любят поездки, путешествия. А им комфортно, да, сидеть в одном месте. Что это за павильон? Теннисный корт. Интересно. Да, здесь раньше был теннисный корт. Это все территория Приморского парка, правильно? Да. А, вы дальше уже были там где-то, да? Да. Я там еще не был. Нет. После реконструкции, я имею в виду. Там закончились уже работы или все еще ведутся? Сейчас, да? Ясно. Нина, как главный подрядик, скажи нам. Сейчас мы с вами пойдем и все сами увидим. О, здесь уже постелили, да, дорогу? Да. А что, она была какая-то другая? Как нет? Ну, другая была. Побитая. Побитая была, да. Побитая же походу, да. И пешеходные дорожки уже постелили. Класс. Денис. Отошел? Да. Вся эта территория сейчас в процессе реконструкции. Вот эта зеленая, это беговая или это асфальт? Не могу понять. Она не зеленая, а классовая. А, свечевая. Блин, а было бы прикольно, если бы это была беговая. Хотя, что-то беговая. Да, здесь на этой территории появились еще новые спортивные площадки, беговые дорожки, прогулочные. Как они называются? Тропинки. Тропинки. Нет, тропинки у нас были раньше. Тропинки везде люди. Там вышел с автобуса и пошел напрямик. Через леса? Да, да. И вытаптывали тропинки. А сейчас? По дороге собирал клещей. А сейчас по этим тропинкам появились уже пешеходные. Дорожки. Слушай, парк действительно преобразился, да? Как будет классно здесь весной. И летом. И летом, да, когда зелень распустится. Здесь все это было непроходимые джунгли. Вот новая детская площадка. Еще одна. Сейчас мы идем на новую спортивную площадку для небольшой тренировки. Да? Да. Чего? Ну, кто-то чуть-чуть разомнется, а кто-то посмотрит. Как раз шаурма еще, пока еще она не доулеглась. Можно и потренироваться. Поэтому я не ел шаурму. А попил просто чай с лимоном. Как мы потрясаем шаурму. Он детская площадка. Еще одна. Здорово. Еще одна детская площадка. Большая. Игорь значит идет тренироваться, а мы идем кататься. А вот спортивная новая. Качель. Ну, давай. Гори, гори, моя звезда. Так, давай занимайся. Надо же продемонстрировать качество спортивной площадки, да? Ну, давай. Давай на брусья. О, трагедия. Кто-то звонит. Здорово. В городе появляется больше спортивных площадок, прогулочных аллей. Есть где позаниматься и отдохнуть. На этом месте везде были кушери. Весной здесь будет красиво. А теперь мы проверим качество детской площадки. Кстати, правая сторона чуть длиннее. Правая сторона чуть-чуть длиннее, чем левая. Да, для детворы классная зона для отдыха. Одну качелью уже кто-то сломал. Видимо, кто-то это нарочно делал, потому что прямо согнули сидушку. Ну, что сказать. Здесь без комментариев. Вот причину поломки мы сейчас с ребятами нашли. Здесь кто-то открутил болт. Здесь болт на месте. На этой тоже кто-то уже пытался открутить. И причем он не крутится руками. Его не так просто открутить. Возможно, она постепенно сама раскрутилась. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Это новые площадки. И они не могли так быстро раскрутиться. Тем более сидушка согнутая. Посмотрите, как она деформирована. Здесь металлическая пластина. И она согнута. Здесь рядом еще одна спортивная площадка. Уединенное будет место, когда деревья еще позеленеют. Зеленые деревья вокруг. Никто рядом не ходит, машины рядом не ездят. Да, тихо, спокойно здесь. Классно очень. Красиво снимать будет здесь на площадке. В том числе, красивая локация. Согласен. Вот такие здесь дорожки. Лампы ночного освещения уже установлены. Ночью здесь светло. Что, днем темно? Что здесь? Да, но уже светло. Раньше здесь было темно ночью. Ну, фонари туда понаставляли хорошо. Согласен. Они еще не работают, наверное. Ну, я думаю, что они уже подключены. Ну, круто. Да, здесь устанавливают беседки. Для бега? Да, беседки для бега. И лавочки такие. Бежишь, бежишь, устал, присел. Потом еще 50 метров пробежал, устал, присел. Беседочки. Для шахматистов. У нас тут вообще планируется, так смотрю, такой спортивный город. Да. Город олимпийских чемпионов будет. Да. Все. Олимпийского резерва. Главное вон туалей стоит справа с травмой. Площадка обалденная. Но на Невском есть гантельки и веса. Да, да. Там хорошие тренажеры. Здесь классно, конечно, с весом своего тела. Вот это калистеника, все дела. И заниматься. Не, классно, классно. Да, это похоже на туалеты. Как они планируют их запускать? Ну да, легко. В Мариуполе много нового появляется. Каждый день. Каждый день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok